Всем приветики! Меня зовут Като и сегодня я расскажу и покажу вам, как заплетать безопасные ДЕ-дреды. Прежде чем заплетать дреды, нам необходимо будет сделать заготовки. Сегодня в этом видео я покажу вам, как делать из каниколона заготовки, то есть сами дредики. И во второй части моего видео я покажу вам, как эти дредики заплетать на волосы. Почему ДЕ-дреды называются безопасными? Потому что мы будем делать их из синтетического материала, который называется каниколон. То есть ваши волосы при этом никак не пострадают. Каниколон это волосы, которые были созданы искусственно. Он бывает любого цвета, любой длины и он намного легче, чем ваши натуральные волосы, поэтому прически из них можно делать объемнее и длиннее, и при этом они будут легкие по весу. Еще его большой плюс это низкая цена. То есть если вы захотите купить себе вот такой вот хвостик натуральных волос, вам это выйдет в приличную копеечку. А здесь цена за упаковку, ну в зависимости от бренда, от 200 до 450 рублей. И это большой плюс. Единственный минус, который есть у каниколона, это то, что его нельзя покрасить. То есть если вы купили вот такого цвета, вы с цветом уже ничего сделать не можете. Дорогие, давайте посмотрим, какие инструменты нам сегодня понадобятся для работы. Первый это самые обычные канцелярские резиночки. Почему канцелярские, они обычные резинки для волос? Потому что канцелярские, как вы знаете, они жестче, более такие агрессивные. И держать синтетический материал, каниколон, они будут лучше. Дальше идет у нас расчесочка, ребят. Расчесочку можно брать вообще самую обычную, так как единственная ее функция это просто начесывать. И ваша синтетика никогда не скажет, что ей больно, поэтому можно брать прям любую расческу. Ножницы. Также здесь подойдут самые обычные, не нужно никаких парикмахерских, супер-пупер ножниц. Обычные, главная функция их резать. Дальше у нас есть пульверизатор. Вопрос, где его купить. Он продается в обычном парикмахерском магазине. Чтобы сэкономить, можно покупать его не в парикмахерском магазине, можно приобрести его в каком-нибудь фикс прайсе, рублей там за 50-60. И можно еще зайти в какой-нибудь, не знаю, магазин для садоводов и купить обычный, как это называется, прыскалка, в общем, распылитель для цветов. Аналогичное будет у вас действие. Главное, распылять водичку. Дальше у меня здесь идет одноразовая полотежка. Если у вас нет одноразовых полотенец, а у вас, скорее всего, нет парикмахерских одноразовых полотенец, его можно заменить обычным платочком. Главное, смотрите, чтобы он был из хлопка, а не из синтетики. Дальше нам сегодня будет необходим штатив. Дорогие, я сама очень долгое время делала заготовки у себя дома. И сейчас вы начнете ворчать, что у меня нет штатива, у меня нет денег на штатив. Вы можете его заменить обычной ножкой от стола, от стула. Можно приматывать к табуреткам. Да вот, честно, хоть к швабре примотайте. Главное, чтобы у вас было на чем закрепить материал. Поэтому сделать в домашних условиях дредики вполне реально, могу сказать это по своему опыту. Дальше у нас здесь идет утюжок для волос. По поводу утюга для волос хочу вам сказать, ни в коем случае не берите его дорогое. Вообще, за что мы платим деньги, когда мы покупаем утюг для волос, это его покрытие. В данном случае, вот в частной синтетике, абсолютно все равно, какое у вас будет супер-пупер покрытие. Здесь главная функция утюжка в нашей работе, это, собственно, нагреть прядку. А если вы будете использовать в данном случае дорогую электрику, дорогой утюг, вот это ваше супер-пупер покрытие, за которое вы заплатили свои денежки, оно, в общем, быстро у вас прогорит. Поэтому я использую обычный утюжок, который стоит не больше 1000 рублей и вполне себе довольна. Ну и, конечно же, каникалон. Итак, приступим к изготовлению. Основной вопрос, который вы наверняка хотите спросить, это, сколько же вам нужно синтетического материала, сколько вам нужно будет каникалона. На волосы, по плечи, по лопатке, на дреды, по плечи, по лопатке, я буду использовать две упаковки, с условием, что я сейчас порежу их пополам. Соответственно, если вы хотите сделать дреды пониже, допустим, по лопаточек или до талии, вам таких упаковочек понадобится уже 4. Так, освобождаем от всех упаковочек, освобождаем от резиночек. Он здесь у нас немножечко заплетен в косичку, освободили его. И так как у нас дреды будут, повторюсь, где-то по плечи, может быть, чуть ниже, я буду резать материал ровно на две части. И тогда у меня получается уже не одна упаковка каникалона, а две, только покороче длиной. Итак, следующий вопрос, который у нас здесь логично возникает, это, какой толщины нам нужно брать прядку. В среднем на голову при заплетении уходим где-то 45-50 дредиков. С учетом того, что они будут складываться пополам, и тогда у вас будет получаться где-то 100-110 кончиков. Поэтому, допустим, у нас идет 4 пачки. Здесь вы должны понимать, что с одной пачки, вот, с одной, у вас должно получиться где-то 10-13-15 дредиков, в зависимости от того, какой толщины вы будете делать сами заготовочки. Как поделить? Мы отделяем прядь, отщипываем кусочек. Я, чтобы понимать, какой они у меня будут по итогу толщины, вот, беру прядочку, складываю ее пополам и подкручиваю. Вот такой примерно длины у меня и получится заготовочка. То есть проверила, толщина дредиков меня вполне устраивает, значит, уже можно делить материал. Берем нашу прядочку по центру, по середине, и начинаем закреплять ее на наш штатив. Половиночку завернули, и теперь нам нужно зафиксировать это канцелярской резиночкой. Наматывайте максимально крепко, чтобы она у вас не слизала. Вот что у нас получается. Несложно, правда? Дальше мы берем расчесочку. И вот здесь как раз-таки начинается самое умение мастера, скажем так, это начес. Начинайте делать свой начес не с конца пряди, а примерно с серединок. То есть поставили расчесочку, при этом левой рукой у нас идет натяжение пряди, правой рукой мы ставим расческу и начинаем подчесывать волосы. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Волосы, которые выпадают, ничего страшного. Перехватывайте их, подтягивайте обратно. И начинаем начесывать. Сейчас буду стараться показать максимально медленно, как это происходит. Здесь, чтобы уплотнить, начинаем подтягивать прядку к прядке. Следите за тем, чтобы у вас не получалось здесь больших петельечек. Что могу сказать еще про начес? Здесь нужно, ребята, очень-очень много практики. Первое время дреды получаются рыхлые, такие какие-то более колбасно-сосистные. Я по себе могу сказать, любой может научиться делать другие дреды. Здесь главное желание и практика. Когда вы будете делать свои первые заготовочки, они будут у вас такими корявенькими, да? Скажем так, но уже третий, четвертый комплект будет получаться с каждым разом ровнее и ровнее. Здесь просто нужно рукой именно волосы почувствовать. Ставим и делаем начес. Левой ручкой держим прядочку, правой начес. Вот что у нас получается. Такая вот гусеничка, не знаю, махровая. И здесь тоже можете попробовать еще ручками сконтролировать. Если у вас, допустим, чувствуете где-то какой-то комочек уплотнения, можно рукой его немножечко подсобрать или подтянуть наоборот в другую сторону. С начесом закончили. Так, мы сделали начес и дальше начинаем скручивать прядь. Мне удобнее всего работать по часовой стрелке. Получается, всегда кручу в одну сторону. И вот так вот пальчиками, получается, подхватывайте и старайтесь, чтобы все-все-все волоски у вас были внутри. Начинаем образовывать вот такой вот жгутик. Старайтесь, чтобы он был тугой и не спешите. То есть, если вы возьмете прядь вот так вот с конца и будете крутить ее в одну сторону, у вас получится каша и такая дрейзинг у вас очень быстро развалится. Вам нужно вот прям пальчиками сначала прям с самого-самого основания по сантиметрику прорабатывать и прокручивать свою будущую заготовочку пальчиками. Вот так вот не ленитесь и не спешите. Еще один очень важный нюанс. Мы не закручиваем всю заготовочку сейчас сразу. Мы проработали его буквально сантиметров 10, сделали кусочек. Дальше дрейдинг у нас висит спокойненько. И мы здесь ее, получается, крепко зафиксировали. И сейчас будем заваривать сначала этот кусочек. Это нужно для того, чтобы дрейды получались максимально крепкими. То есть, мы здесь прокрутили прядочку, да, зафиксировали свое натяжение, заварили прядь. Дальше будем прокручивать и заваривать. Это нужно, чтобы не потерять натяжение в прядках. Дальше нам понадобится наш платочек. Мы будем накрывать прядочку сверху. Смотрите, чтобы она была у нас здесь по центру. Дальше мы берем пульверизатор. Наша задача сейчас увлажнить. Внесем водичку. Я прыскаю прямо к основанию здесь. И еще такой момент по технике безопасности. Когда вы работаете с водичкой, прыскаете в ту сторону. Это значит, что все провода, все розеточки у вас должны быть в противоположной стороне, чтобы вода вам, собственно, не попала ни на провода, ни на ваши инструменты. Увлажнили нашу прядочку. Теперь берем утюжок. И тоже, дорогие, смотрите, держите ручки подальше от пара, чтобы не получить ожогов. Берем утюжок и начинаем проходить им по прядочке. Не бойтесь, прижимайте посильнее. Здесь вам, наверное, уже видно, что идет пар, и вы слышите, что он шипит. И как раз-таки именно поэтому я и говорю, что не берите себе утюг с дорогим покрытием. Очень быстро его испортите. Итак, заварили. Снимаем платочек. Вот она наша прядочка, уже проработанная. И дальше, не отпуская нашу ручку, все время держим ее. Мы будем продолжать закручивать нашу прядочку. Закручиваем ее дальше. Проработали еще 10 сантиметров. То же самое повторяем нашу манипуляцию. Берем платочек, накрываем его уже на ту часть, которую мы прокрутили сейчас. Намочили повторную прядку. И проходимся еще раз утюгом. Прошли, проварили. И я люблю еще, когда кончики более длинненькие. Поэтому сейчас закручиваю, видно, да? Вот эту прядь у нас закрутили. Я закручиваю именно хвостик, потому что мне нравится, когда они получаются длинненькие. И отдельно сейчас заварим хвостик. Не забываем увлажнять тряпочку каждый раз, потому что без влаги у нас здесь не будет идти пар, который как раз таки и заваривает синтетику. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И эта половиночка заготовочки у нас уже готова. Здесь можно не держать уже натяжение. Как видите, каниколон зафиксировался. Освобождаем нашу прядочку, снимаем резиночку, раскручиваем. И вот, получается, одну сторону мы уже проработали. Вторая сторона у нас будет проработана сейчас. Точно так же закрепляем дрейдинку канцелярской резиночкой. И будем работать сейчас со второй половиночкой. Начесали, закрутили, намочили, заварили. Получили вот как выглядят заготовочки для ДЕ-дредиков. И последнее, что нам остается сделать, это внизу отрезать вот эти кончики. Материал, который нам совсем не нужен. Чик. Таких крошечек вам нужно будет сделать 45-50 штук на одну голову. Поэтому, дорогие, запасайтесь терпением, печеньками, сериалами. Процесс будет долгим, могу вам сразу сказать. Как заплетать эти дреды уже непосредственно на голову, смотрите во второй части моего видео. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите внизу комментарии. Меняйтесь, улыбайтесь. Я вижу, что ты меня снимаешь. Справляться за... Поэтому, поверьте, справляться... Давай, давай, давай. Поэтому, поверьте, справляться... Три дубля.